Утро, уважаемые телезрители! Местное телевидение начинает свою программу. Сегодня среда, 12 января. А сейчас мы ознакомим вас с новостями города и района. Прекрасный рождественский подарок получил коллектив «Элеватора» в канун Нового года. Здесь открыт новый фирменный магазин. Построен он собственными силами и в очень короткий срок. Покупателями фирменного магазина станут не только работники «Элеватора», но и все, кто нуждается в продукции хлебоперерабатывающего предприятия. Уже сегодня потребителям здесь предлагают муку, различные крупы, комбикорма. А в скором времени, когда войдет в строй своя пекарня, появится в продаже и горячий хлеб. Повезло средней школе номер 4 с шефами. Янаульское отделение коммерческого агропромышленного банка «Башкирия» проявляет большую заботу о своих подопечных. Отделение банка застраховало за свой счет всех учащихся 5-9 классов от несчастных случаев. Оказали школе материальную помощь для проведения новогоднего бал-маскарада. И еще одну приятную новость узнали воспитанники школы накануне Нового года. Отделение банка учредило стипендии пяти лучшим учащимся. На имя каждого будет открыт счет, куда банк ежемесячно вносит 5 тысяч рублей. Шефы делают это доброе дело с дальним прицелом. Своих стипендиатов после окончания школы они намерены направить в финансовые вузы. Приятный сюрприз преподнесла участникам-инвалидам войны, одиноким престарелым людям деревни Старый Кудаш фирма «Самотлор», руководимая уроженцем этого села Ахуньяном Хатмулиным. Во двор каждому из них завезли машину добротных дров. Знает молодой предприниматель нужды и заботы своих односельчан. И стремится хоть как-то украсить их же люди села и молиться Богу, чтобы содеянное добро возвратилось к нему сторицей. Новый год всем приносит радость, а особенно детям. Вот и воспитанники вспомогательной школы-интерната с нетерпением ждали этого праздника. Дети подготовили стихи, маскарадные костюмы, учили песни, танцы. Каждый надеялся получить подарок. А с подарками в этом году помогли работники фирмы «Сервис», руководителем которого является Радик Ахнафович Нигматолин. Подарки это настолько щедры, на сумму около 300 тысяч рублей. Хватило на всех детей. Здесь и игрушки, и сладости, и одежды. Красавицу Ёлку тоже привезли они. Школа благодарит фирму «Сервис» за их внимание к детям. Это не первый акт милосердия с их стороны. В день именин они также приехали с подарками. А сейчас мы предлагаем вам видеосюжеты о праздновании юбилея нефтегазодобывающего управления Краснохолмск нефть. 1 января 1994 года нефтегазодобывающая управление Краснохолмск нефть отметила свой 30-летний юбилей. 29 декабря в Доме техники нефтяников состоялось торжество, посвященное этому юбилею, куда были приглашены первооткрыватели и наульской нефти, ветераны труда, руководители, главные специалисты нефтегазодобывающего управления объединения «Башнефть». Генеральный директор объединения Сандурский, главы администрации Калтасинского, Татышлинского и Янаульского районов. Торжественную встречу открыл начальник нефтегазодобывающего управления Краснохолмск нефть Юрий Гаврилович Пинзин. Генеральный директор «Башнефть» в площади бригады мастера Исаева был получен фонтанный приток нефти с дебетом 8 тонн в сутки. И наши ветераны, отмечая летом этого года в 40-летие открытия нефти на северо-западе Башкортостана, убедились, что этот склад на сегодня продолжает давать нефть. Большой вклад в поиски разведки нефтяных месторождений на северо-западе Баштирии внесли Столяров Евгений Васильевич, Хлебник Виталий Дмитриевич, Резванов Таиль Мусалямович, Закиров Акрам Несухович, Викторов Петр Филиппович первым забивал пол в поселке Тадышлы Галимшин Фаниль Талипович. Он сегодня должен быть где-то здесь, если возможно, только в пути. 1 января 1900 и многие-многие другие первым наше нефтепромысловое управление Краснохлонское. За прошедшие годы введено в разработку 17 нефтяных месторождений, занимающих вместе с коммуникациями на территории четырех административных районов площадь более 12 тысяч квадратных километров. Сегодня их постсовный фонд нефтяных скважин составляет 3332 единицы, нагнетательных 527. Добыча нефти увеличилась с 307 тысяч тонн в 1964 году до 5 миллионов 487 тысяч тонн в 1981 году. С начала разработки добывало почти 123 миллионов тонн нефти. Для достижения этих результатов пробурено более 6 миллионов метров горных пород. Построено 2 нефтесборных парка, 17 УПС и СУН, 14 баконных метров жилья, 10 садов на 1430 мест и другие жизненно важные объекты добычи, подготовки, транспортировки нефти. Все эти добытчиков, транспортников, работников сферы обслуживания, строительно-монтажного управления, управления технологического транспорта, дорожное управление, цех НЗПО по обслуживанию проката ВЦН, участок Башнефтегаспром, отделение УРСА. Сердечно и вам спасибо за самотверженный порой просто героический труд. С особой благодарностью я хочу отметить тех, кто стоял у истоков нового дела, кто приехал освоить нефтяную целину из старых нефтяных районов республики, Туймазинского, Октябрьского, Ишимбайского, Нефтеканского. Их поистине титанический труд сделал важную ценностью и сферы оборудованной территории той иной работе, которая была сделана. Благодаря вашей помощи администрации, Яна Руссову, Казахстанскому, Полночевскому, Брайовскому району, по оборудованию, благодаря коллективам и с местным произведениям, обеспечивающим жильем и объектам инфраструктуры, продуманной кадровой политики, мы смогли создать работоспособный коллектив. Мы сегодня находим полное не понимание наших проблем со стороны главы университетов районов Круженика Капалея. В пользу этого случая выражаясь на эту искреннюю председательность и богатарность руководств районов, председателям коллегов и сферов всем Круженика Капалея. Ленин научился всему новому, помогло вчерашним деревенским парням и девушкам быстро слоиться с профессией нефтяника, настоящими мастерами своего дела известным во всем объединении стали Байрамов Алексей Байрамович, Генят Улин Альфизам Мулахматов, Хакимов Игисам Ухтиев, Бурдин Михаил Андреевич, Ипаев Петр Иванович, Ганяев Кавиш Амфиевич, Юминов Фасиль Александрович и многие-многие другие. 121-й заказчевы. В воздействии в воздействии в группу в пути и в пользу стали разработки, что в определенной степени способствует повышению геологической опасности нашего производственного процесса. Для большей материальной и финансовых средств мы вынуждены направлять на решение этих проблем. Решая непростые производственные задачи, им это уделяет постоянное внимание в социальной сфере. Лев не изменил облик небольшого поселка Генову. Он превратился в современный город со сложной структурой. Десятки многоэтажных домов, магазины, детские цены, школы, столовые, больницы, котельные. Это лишь часть построенного непляниками за 30 лет работы. Учитывая особую прорту жилищной проблемы, последние годы упор был на воскрепление жильяно-зяйственным способом, помогая индивидуальным застройщикам. Ежегодно более 60 семей непляников, многие из которых живут на селе, переселяются в новые дома. Успех дел решают люди. Ветераны первонапроходцы вырастут для себя достойную смену. На всех ответственных участках у нас работают специалисты, имеющие достаточно опыт и теоретические знания. Бригады, подойдут в нефти, газа, подземного и капитального ремонта сквадра, смогли достойно соперничать с бригадами других МВДУ и защитить честь нашего заявления на основном конкурсе по объединению делов. Поздравительным словом выступил глава администрации города и района Назир Загитович Зиазов. Радостные события, приятные встречи с теми, кто всю жизнь связал с нефтяной промышленностью. Прежде всего позвольте мне от имени всех жителей Яновойского района от имени администрации города и района тепло и сердечно поздравить всех вас с этим 30-летним юбилеем. Мы желаем всем вам доброго здоровья, успеха, счастья и самого доброго на всю жизнь. Дорогие товарищи, тридцать лет Слово для поздравления было предоставлено генеральному директору объединения Башнефть Богуславу Флорионовичу Сандурскому. Образно и доходчиво сказал начальник НГД Юрий Гаврилович о тех шагах развития вашего коллектива. Да и нам всем вспоминается все то. И мне тем более приятно, что в 59-м году в первый раз мы ехали на наш Арибашинский нефтепромысел, где там было все построено на дверь на внутреннее сгорание. Оттуда начинался ваш большой, я бы сказал, такой производственный путь вашего коллектива. От имени нашего самого большого коллектива в республике, ордена Ленина и ордена Турвого Красного Знамени, производства объединения Башнефть. Хотелось бы также горячо и сердечно поздравить вас с этой знаменательной датой и пожелать вам больших, в первую очередь трудовых, а затем уже и творческих успехов. Им были вручены почетные грамоты администрации объединения и профсоюзного комитета и нагрудные значки заслуженного работника Минтопэнерго. И ценные подарки юбиляру. Коллектив НГДУ Краснохомскнефть многонациональный. Здесь дружно трудятся удмурты и русские, башкиры и татары, украинцы и морейцы, немцы и евреи, представители многих других национальностей. Их труд высоко оценен Родиной. Более 120 человек награждены орденами и медалями. Свыше 20 человек удостоены высокого звания «Заслуженный нефтяник». Двоим присвоено звание «Почетный нефтяник». А оператору по добыче нефти и газа Генеатулиной присвоено звание «Героя социалистического труда». Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан выступил председатель постоянной комиссии по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Фан Шамсулович Шерифуллин. Республика Башкортостан, от имени правительства Республики Башкортостан, от имени комиссии Верховного Совета по аграрным вопросам и продовольствия решение сердечно поздравить Вас, а в Вашем лице всех рабочих, инженерно-технических работников, всех строителей, автотранспортов, в сегодняшнем юбилее 30-летнем образовании НГУ «Красоходовск-Лефин». На встрече также выступил Владимир Евгеньевич Благовещенский. Владимир Евгеньевич четверть века проработал главным инженером НГДУ. Юбилей есть юбилей. Были добрые слова, пожелания, искренние поздравления и прекрасное праздничное настроение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В канун Нового года в Янауле были открыты две новые торговые точки. Этот видеосюжет ведет заведующая отделом торговли местной администрации Марина Римовна Порозова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Карама Фикус Нуриханович, наш коллега директор УРСа 05 Горьковской железной дороги Челкова Людмила Александровна и хозяин наш Роберт Сулейманович Зайдулин, председатель районного потребительского общества. Ну, приветственное слово скажет, наверное, наш заместитель главы администрации Фикус Нуриханович. Так, уважаемые яна улицы, сегодня для всех нас знаменательное событие. Впервые в нашем районе открывается фирменный магазин. Значение этого события для нас, вот, родовых покупателей, конечно, трудно переоценить. Впервые здесь мы, в городе, получили возможность, получаем такую возможность, покупать товары вот такого вот широкого ассортимента, минуя посредников прямо у производителей по более доступным ценам и по более высокому качеству. Приятно отметить, что вот такое вот доброе начинание, начинают вот такую торговлю организовали наши добрые знакомые, наши соседи, давние наши друзья, это коллектив завода искусственных кож. Разрешите мне от имени главы администрации городского совета поздравить наших яна улицев этим событием, пожелать коллективу нового магазина больших успехов, поблагодарить коллектив руководства завода за это хорошее доброе начинание и надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и крепнуть. Ну, о дальнейших перспективах нашего сотрудничества хотелось бы предоставить слово нашему гостю из города Нефтекамска Тамаре Николаевне. Наша цель, чтобы покупатель без посредника, без большой торговой надбавки мог приобрести ту продукцию, которую вырабатывает объединение. Объединение, чтобы вы в курсе дела были уважаемые и на улице, вырабатывает искусственную кожу, линолеум, клеенку, очень много трикотажного полотна, других тканей, пошивает из своей продукции одеяло, матрасы и очень большой ассортимент трикотажных изделий, как и верхнего белья, так и нижнего белья. Кусочек. Добро пожаловать в отдел. Уважаемые покупатели, мы собрались сегодня здесь, чтобы открыть этот наш долгожданный магазин, который принадлежит нашему торговому предприятию Турция-05 Горьковской железной дороги. Это новоселье ждали мы очень долго. Вы все знаете, с каким нетерпением мы ждали. И вот сегодня мы распахнули двери перед вами. Изобилие продуктов, изобилие промышленных товаров перед вами на виду. Как заведующая отделом торговли, это уж моя обязанность быть здесь, в присутствии руководителя торгового предприятия Остану-5 Чулковой Людмила Александровны и директора магазина Муратовой Валентины Алексеевны. Мы очень рады приветствовать вас в этом магазине. Хочу сказать, что интерьер изобилия товаров говорит о том, что, в общем-то, хорошо потрудились. Предприятия это совместные. Мы очень благодарны Людмиле Александровне, Нигматулину, Радику Ахнафовичу, Муратовой Валентине Алексеевне за столь гостеприимный приют наш. За изобилие этих товаров чувствуется. Товарищи постарались. И, в общем-то, это ведь, товарищи покупатели, делается для вас. Значит, быть предназначенными для их обслуживания. С какой целью, с какими мыслями вы создавали вот это совместное предприятие? Мы хотели бы сейчас услышать. День сказать. Вот здесь вот я хочу выразить благодарность администрации района за то, что пошли нам навстречу. В этом отношении всячески помогали лично Надеже Загидовичу за то, что мы такую форму избрали. Здесь является, значит, руководителем этого предприятия Людмила Александровна, Щелкова. Мы, как говорится, избрали общую форму собственности. То есть совместную работу. Поэтому здесь, как говорится, товары в основном наш. Но вот административные здания, все проще. Вот и продавцы, вот оборудование, все это ихнее. Мы благодарны им за то, что вот такое прекрасное здание построили. Тоже с трудом так ведь надо. Да, молодцы. Молодцы. Особенно наше тяжелое время построить и сдать магазин. Вот, как говорится. Ну, не то, что подвиг, но, по крайней мере, надо иметь мужество. Здесь у нас представлены товары, значит, как промышленные, так и, значит, продуктовые. Значит, в этом отношении. Коем окончил, значит, специальный торговый. Занимается торговлей долгие лет. Практически мы здесь сами-то как работали, в основном, как строители. А все дизайны, вот, всем этим комплектациям занимались наши прекрасные женщины. Промышленные. В основном они, значит, как щелочные-носочные, вот, как сказали здесь, значит, представленные, в смысле, от низшей полки, и вот, как сказали здесь, и до высшей. То есть рассчитано на разнообразие наших покупателей, как говорится. На их покупателя сделан небольшой приз, небольшой приз. Хотелось, конечно, вот, пользоваться этим случаем, ну, как говорится, по традиции, что ли. У нас, конечно, не корабль, но, однако, вот, нам посоветовали, что, говорит, бутылку шампанского надо разбить. Вот, да. Я хочу предоставить слово директору этого магазина, Муратовой Валентине Алексеевне, чтобы она немножко описала, значит, свои методы обслуживания, как они все это организовали, как они хотят работать дальше, чтобы, в общем-то, не выщерб покупателям и вообще планы их работы. Наш магазин совместный. Так, в принципе, наши работы, значит, в основном стараемся весь ассортимент. Продовольственные, как мы, Радик Ахнафыч сказал, у нас более трехсот наименований. Промышленных товаров более четырехсот наименований. В дальнейшем мы планируем работать по заявкам, по заказам. Работу принимаем, с удовольствием будем работать с колхозами, с предприятиями. Мы работаем как по перечислению, по перечислению будем работать, так и за наличный. Такой принцип работы тоже мы. От населения будем принимать заявки, допустим, на мебель, на холодильники. В общем, работать будем по заказам, по заказам от населения. Продавцы у нас, коллектив подобрался, Людмила Александровна молодой, хороший. Люди со стажем, с большим опытом работы. Здесь работают мы очень довольны ими. Они работают, между прочим, хотелось выразить очень большое благодарность всем им, потому что пришли в наше предприятие. Мы работаем здесь без выходных уже почти два месяца. Это большое спасибо, хочется сказать, всем тем, кто здесь работает. Люди работают без выходных, как говорится, не просящие ни заработной платы, ничего. Люди приходят с девяти, и мы в девять вечера отсюда уходим. Поэтому говорится, что все было для покупателя. Такой принцип нашей работы. Спасибо вам, эту работу, с помощью которой, в общем-то, мы находимся здесь, в этом магазине, которая построила это здание уютное, которая организовала всю здесь работу. Вот, значит, руководителю Орсона 5, Чулковой, Людмиле Александровне. Уважаемые гости, уважаемые покупатели, я хочу сказать вот о чем. Уже сказали, что это совместное предприятие, совместное предприятие государственной торговли и коммерческой структуры. Я хочу, чтобы вы понимали всю важность того, что сегодня совершается. Многих, конечно, интересует вопрос о том, почему, все задаются вопросом, почему именно такое сотрудничество. Я хочу ответить на этот вопрос именно так, что на сегодня государственная торговля поставлена в довольно жесткие условия и требуется от нас максимум всяких всевозможных усилий, изворотливости, если можно так выразиться, в том, чтобы искать дополнительные какие-то источники образования наших доходов, нашей прибыли. И вот именно вот это совместное предприятие мы создали с той целью, чтобы максимально обеспечить свое предприятие какими-то доходами и не в ущерб покупателю. Не в ущерб покупателю говорю потому, что совместное предприятие дает нам ту возможность, которую мы должны соблюдать сегодня максимально. Это по возможности очень низкие цены. Возможно, они не будут, конечно, очень низкими, но я бы хотела заострить ваше внимание на том, что если бы вот это предприятие было только чисто государственным, мы бы те же товары закупали от той фирмы, с которой на сегодня сотрудничаем, естественно, тогда бы цены в этом магазине были гораздо выше. Потому как вы, естественно, и понимаете, что фирма делала бы свои наценки, наше государственное предприятие делало бы свои наценки, и цена товара была бы гораздо выше. Вот на этом я бы и хотела просто заострить ваше внимание, чтобы не было у вас каких-то сомнений в том, что коммерция вытесняет государственную торговлю, и на сегодня сказать об этом нельзя. Государственная торговля, я считаю, имеет особый приоритет все-таки в нашем государстве, но еще раз хочу сказать, что поставлено в очень сложные условия. ...больших успехов и очень-очень много покупателей. Слово, значит, право разрезать ленту предоставляется заместителю главе администрации города Инаула Инаульского района Карамову Фикусу Нурихановичу, хозяева коммерческой структуры Нигматуллину Радику Ахнафовичу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!